А ведь как красиво могли выступить власти Монголии. Они могли бы изменить все, смешать на столе все фигуры, подарить Европе шанс на долгосрочный мир спасти множество жизней в Украине и самой России. Руководство этой азиатской страны могло войти в историю и буквально написать ее, просто сдержав слово. Но правда в том, что справедливости в большинстве случаев нет, а влиятельный преступник сильнее некоторых ордеров. Конечно, на президентских визитах всегда красочная церемония встречи, но это точно выглядит особенно. Монгольские лошади. Смотрите, какой почетный караул. Здесь, соответственно, сегодня встречает президента России через несколько минут. Все начнется. Кремлевский корреспондент Павел Зарубин в этот раз с особым задором описывает выезд Путина за границу. Лошади, почетный караул, торжественный оркестр, а также умилительная девочка с цветами. Этого ли ждали враги России? Государственный гимнер Российской Федерации звучит на главной площади Улан-Батора. Особенно пристальное внимание, конечно, эти кадры вызовут в том числе и у политиков в западных странах. В 20-ю годовщину самого страшного теракта в истории России, теракта в Беслане, Путин отмечает 85-летие победы над японцами на реке Халхингол. Переговоры с президентом Монголии проходят, как и положено, в юрте. Но не в простой, а почти золотой. Как пишут государственные СМИ, это уникальное строение внутри дворца, созданное с учетом традиций и символов монголов. Перед началом встречи Путин пишет в книге почетных гостей и о давней дружбе и добром соседстве. Местный колорит дополняют лук со стрелами и портрет национального героя на троне. Владимир Путин в Монголии ходит исключительно по красной ковровой дорожке. Жидкий протест немногочисленных активистов настроение не испортил. Ему действительно устроили нарочито пышный прием. Еще в аэропорту конная гвардия и делегация встречающих в торжестве российской пропаганды легко читается намек, если кто-то надеялся на появление полиции, задержания и СИЗО, то признайте поражение. Ждем вас, господин президент, в Москве в мае следующего года на торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы. На горизонте замаячила перспектива отметить День Победы с кем-то помимо Лукашенко и Рахмона. В том числе ради такого расширения списка VIP-гостей на Красной площади Владимир Путин сильно рисковал. Ведь он находится в розыске. Впервые с момента выдачи ордера Международного уголовного суда он отправился в страну, которая формально обязана надеть на него наручники. Монголия ратифицировала римский статут и таким образом должна сотрудничать с МУС. Должна и Южная Африка. Ровно по этой причине в прошлом году Путин не стал посещать саммит БРИКС в Йоханнсбурге. Президент Ромофоса тогда прямо признался, что рекомендовал Путину не прилетать. Давление было ощутимым. Ромофоса был бы вынужден арестовать гостя. А это, по словам южноафриканского лидера, означало бы объявление войны России. Очевидно, предупреждение из Москвы он понял, принял и потому сделал все возможное во избежание проблем. Монголия пошла другим путем. Как выясняется, государство-участник Международного уголовного суда может быть освобождено от обязательства произвести арест, если оно будет вынуждено нарушить договор с другим государством. Или когда это нарушит дипломатический иммунитет лица. Иными словами, правила существуют для того, чтобы их обходить. Позвольте предложить ТОС за нашу общую победу. За дальнейшее развитие российско-монгольского всеобъемлющего стратегического партнерства. За здоровье господина президента Монголии, господина Кролосуха и всех присутствующих. За благополучие и процветание наших народов. Спасибо. Издание «Политика» пару часов назад опубликовало статью под заголовком «Сори над сори». Ну то есть, извините, нам не за что извиняться. Представитель правительства Монголии так и сказал журналистам. Руки Улан-Батора связаны. Слишком велика энергетическая зависимость от России. Если с Монголией спросят, то она объявит, что Путин обладает иммунитетом. Или предложит другое бессмысленное объяснение. И в Гаге, конечно, будут недовольны. Ассамблея участников суда примет меры, но с этими незначительными хлопотами Монголия справится. Уж в который раз мы наблюдаем крушение международных институтов, обязанных, казалось бы, обеспечивать мир, безопасность и справедливость. Хочешь репутацию демократии – вступай в респектабельные западные объединения. Хочешь дружить с диктатором, развязавшим полномасштабную войну в Европе – нет проблем. Просто игнорируй свои обязательства. В Киеве надеялись до последнего. Министерство иностранных дел Украины в преддверии визита напомнило монгольским коллегам, что, цитата, «Владимир Путин является военным преступником» и призвало его арестовать, чтобы передать прокурорам в Гаге. В Улан-Баторе официальных заявлений по этому поводу делать не стали, но анонимные источники агентства «Блумберг» в тот момент дали понять – никаких наручников не предвидится. По словам двух источников, знакомых с подготовкой Кремля, президент России Владимир Путин получил заверение перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС за предполагаемые военные преступления. До того и пресс-секретарь Песков всех успокаивал, мол, в Кремле не боятся. В ответ на вопрос о том самом ордере он заявил, «Все аспекты визита тщательно готовились», цитата, «нет переживаний». Тщательно подготовились и с точки зрения информационного сопровождения. Незадолго до вылета Путин дал интервью монгольской газете «Анаадор» и сразу, среди прочего, сказал, что в России есть свобода слова. В России средства массовой информации свободны. Это твердо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной среде. Власти конструктивно взаимодействуют с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики. Единственное требование к ним – соблюдение российского законодательства. Конструктивное взаимодействие – это тотальный контроль и знаменитые методички. Напомню, что ни одного крупного независимого СМИ в России не осталось, а журналисты, продолжающие в стране работать настоящие герои, каждый день рискующие оказаться на месте Антонины Фаворской. Она не нарушила ни одного закона, а сидит только за освещение событий вокруг Алексея Навального. Ни про Навального, ни про Фаворскую, ни про других политических заключенных вопросов в статье нет. И это ярко иллюстрирует внешнюю политику Монголии в целом. Она осторожная. Еще в 2015-м президент страны с трибуны Генассамблеи ООН объявил о постоянном нейтралитете. В международном рейтинге демократии Монголия на 66-м месте со статусом «Несовершенная демократия». Для сравнения, Россия на 146-м отмечена как авторитарный режим. Или вот организация Freedom House относит Монголию к категории свободных стран. Россию, где Freedom House объявлен нежелательной организацией, то есть запрещен, он свободной не считает. И все же для Улан-Батора многое решает география, от которой никуда не деться. Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем. Это, кстати, сильно осложнило бы процесс доставки Путина в Гаагу, если бы, представим, его арестовали. Центральным мероприятием станут торжества по случаю 85-летия общей победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхингол. Дмитрий Киселев и программа «Воскресное время» готовятся к триумфальному прибытию Путина в Улан-Батор. Из репортажа становится ясно, в отличие от неблагодарных предателей вроде балтийских стран, Монголия не сносит советские памятники, а наоборот чтит их и реставрирует. А к визиту Владимира Путина обещает зажечь вечный огонь. В центре столиции стоит посеребренный памятник маршалу Жукову. Опрос на улице, конечно же, демонстрирует всенародное уважение к Путину. Правда, опрос ограничивается одной лишь местной жительницей. Монумент на вершине горы Цзайсан, откуда открывается вид на весь Улан-Батор, напоминание о том, кому Монголия обязана свободой и независимостью. Памятник советским воинам совсем недавно был отреставрирован, кстати, на деньги Ленинградской области, к 85-летию победы на Холхенголе, где в 1939 году фактически начался трудный путь к нашей великой победе. Для Монголии Россия – источник топлива. В том же интервью газете «Оноодор» Путин обещает, Улан-Батор сможет использовать часть дешевого газа, который будет идти через Монголию по трубопроводу из России в Китай. Газопровод «Сила Сибири-2» планируется построить протяженностью более 960 километров. Стратегический проект для Кремля. А еще Путин сообщает, что Россия откликается на просьбы Монголии о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам. Удобное, выгодное сотрудничество, от которого трудно отказаться. И учитывая конкурентные преимущества России перед американцами, значение визита Путина трудно переоценить, бодро сообщает автор материала в программе Дмитрия Киселева. А Дмитрий Медведев из Совета безопасности в очередном остром посте в Телеграме пишет такое. Монголы послали мусс и евродегенератов в известном еще с 13 века российско-монгольском направлении. Какое такое российско-монгольское направление, известное с 13 века? Это про Иго речь, как я понимаю, про нашествие, разорение, оброк. Еще вчера оказалось, что для России ничего хорошего в этом историческом периоде нет. Впрочем, перепишут. Что об этом яростном укреплении партнерства думают сами монголы? Вопрос. Страна отдает приоритет соседям, Китаю и России, но находит способы балансировать и вполне успешно общается с Западом. И далее, как месяц назад сюда приезжал глава Госдепа Энтони Блинкен. Монголия – наш главный партнер в регионе. Мы, Соединенные Штаты и Монголия, с гордостью называем себя третьими соседями, которые связаны общими демократическими ценностями и интересами. Третий сосед – это символическое название политики партнерства с Западом. За последние пару месяцев Монголия успела принять и президента Германии Штайнмайера, и главу британского Мид Кэмерона, и президента Швейцарии Амхерт. А в прошлом году сюда прилетал французский президент Макрон. Все эти встречи на высшем уровне включают рассуждения об укреплении демократических институтов Монголии. Очевидно, ратификация римского статута подчеркивала приверженность западным ценностям и правилам. Но если уж ты ратифицировал документ, то изволь ему следовать, не так ли? Почему же Монголия не арестует Владимира Путина? Самый очевидный ответ – боится ядерного удара, да и просто любого удара со стороны России, а также непредсказуемой реакции Китая. Ну и кроме того, давайте назовем вещи своими именами. Когда американцы боятся красных линий Путина и связывают Украине руки, фактически запрещая эффективно обороняться. Когда европейцы вечно глубоко озабочены и вводят санкции, но сознательно оставляют в них дыры, вроде бы и не нужно надевать на Путина наручники. Потому что, видимо, закон законом, но все-таки есть кое-кто повыше. И выходит, можно выписать хоть миллион ордеров, но несвободные авторитарные режимы, плевавшие на любые законы, кроме собственных, оказываются неприкасаемыми. Впрочем, до следующего рискованного визита. Редактор субтитров А.Семкин